Ну что, вот он, долгожданный момент, которого мы ждем каждое утро с Костей, с нетерпением. Это завтрак. Не просто завтрак, а завтрак с Чабой Бакошем. Спасибо, Настюша. Ну что, мясо? Да я не вижу мяса здесь. Не видишь, конечно, не видишь, потому что лето, и мы готовим настоящий томатный суп. О, да. Но такой, на итальянский манер, скажем так. Да на какой хочешь. Главное, томаты ты в Италию не мотался же, чтобы купить наши? Ну, практически там был, да. В Италии? Да, возле Италии. Я хочу об этом сюжет посмотреть. Давай. Сегодня наш томатный суп мы будем готовить в итальянском стиле. Именно для этого мы возьмем моцареллу. Это, например, не итальянское, но, мне кажется, очень хорошего качества, и цена нам подходит. Я хотел вообще-то купить тертый пармезан, но я заметил вот знаменитый итальянский сыр, называется Пекорино. Это еще лучше, чем пармезан. Я обожаю итальянских продуктов, потому что они реально качественные. Так что, у меня закончилось оливковое масло. Возьму бутылочку. Обязательно для супа мы возьмем вот такой крем-бальзамик, потому что они всегда очень хорошо сочетаются с помидорами. Этот томатный итальянский суп будем подавать обязательно вот с таким белым багетом. Сделаем из него греночки. Видите, как это будет прикольно. И без чего не может готовиться томатный суп. Вот, смотрите, главный ингредиент итальянцев – зеленый базилик. Сегодня для разнообразия возьмем не только зеленый, возьмем и синий, то есть фиолетовый базилик. Будет очень круто, увидите. Для этого супа я еще взял два суперингредиента. Это наш родной зеленый лук и наш украинский чеснок молодой. Идемте домой и будем готовить настоящий итальянский томатный суп. Для приготовления томатного супа с моцареллой понадобится томаты 3 штуки, перец болгарский, красный 1 штука, моцарелла 1 штука, чеснок 2-3 зубчика, тимьян 1-2 веточки, зеленый лук 3-4 пера, базилик пару листиков, крем-бальзамик 20 грамм, оливковое масло 30 грамм, томатный сок 150 грамм, сыр пекорина 50 грамм, черный хлеб 2-3 кусочка, багет, итальянские травы, черный перец и соль. Ты так любишь нашу страну, что она тебе везде напала. Конечно, ну, этот, херсонские помидоры, смотри. Херсонские помидоры. Смотри, я уже их бланшировал. Так. Понял, да? Я думала, они просто от солнца такие теплые. Нет, я уже залил его кипятком, вот надо сделать надрез, залить кипятком 3 минуты и потом доставать. И все. Да. И теперь мне надо снимать шкуру. К тебе вот желательно, вот давай. Ну, видишь, она идеально чистится, так что это. Да, да. Потому что, ну, в томатном супе, в принципе, кожица нежелательна. Ну, нежелательно, да, это плохой тон. Так, я понимаю, я не желаю пить. Потом будем работать погружным блендером и будем все перебивать. А я-то тоже так вот, чтобы я вырезала вот эту попку. Я думаю, что попку тебе надо будет вырезать. Ну, разрез пополам. Ты можешь... Нет, я так хорошо вырежу. А, операция. Давай. Ты хочешь сразу все, да? Так тебе легче. Ну, не ищем легких путей. Сегодня мы непослушные. Да, я понимаю. Немножко бунтарить. Немножко бунтарить. Чуть-чуть оливкового масла. Все перекидываем. Я могу сюда? Нет, 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 еще нет. Вот ты, что ты. Нет, сначала мы должны чуть-чуть поджарить лук и чеснок. Да. Чеснок весь? Чеснок весь, но не весь. Да, две. Весь, но не весь. Весь, но не весь. Я это заберу. Венгерские выражения. Это мы будем пользоваться... Честные задачи. Весь, но не весь. Весь, но не весь. Да, но нет. Да. Все. Я сейчас найду себе лопаточку. А знаешь, вот это нет-нет да и да. Сейчас помидоры, ребята, самые лучшие, потому что в середине лета, знаешь, это очень прикольно, и сейчас надо готовить именно вот эти томатные супы. Тебе будет бросаем? Да, можешь туда сразу кинуть. Чеснок в смысле? Да. Чесночок. Мы только добавили оливковое масло, лук и чеснок, и уже запахло Италией, понимаешь? Да. Костик, нарежь, пожалуйста, вот тот четверть перец. Все равно как? Все равно пока как. Вот на 4, на 6, ну так, большими кусками. Хотите в Италию, но пока из-за карантина не можете полететь, налейте оливковое масло, лук и чеснок. И нюхайте. Наслаждайтесь своей Италией. Давай кидай, хорошо, и ты тоже, давай, на 4 части разрезай. Ну, на 4, на 6, вот так грубо нарезай. Смотри, какие помидоры. Да, прям так, так, так. Мясистые. Да, вот сюда. Ура, наконец-то. Все. Они хотели домой, в свою Италию. В свою Италию. Конечно, они и там уже. Вот, Костик, смотри, итальянские травы. Так. Давай добавляем. Все? Нет, не все, чуть-чуть. Я возьму другую ложку. Хочу раздавливать помидоры, чтобы они быстрее разрезались. Может, тебе надо мельче их порезать было? Да нет, я думаю, идеально будет так. Вот смотри, кемиан. Нам надо вот эти листики. Знаешь, как чистят? Да, вот так, смотри, как они чистятся. Как петушок или бурочка, как кость. Типа, да, вот так. Видишь? Вот так собираем. Все. И сразу тоже можно добавлять вот сюда. Если помидоры, допустим, не такие сладкие, да, можно чуть-чуть добавить сахар. Только никому не надо рассказывать об этом. Но наши помидоры идеальные, так что сюда ничего не надо. Без чего нельзя делать томатный суп? Без базилика. Без базилика, да. Потому что они очень хорошо сочетаются. Вау, это мой любимый запах. У меня даже духи с базиликом. Понюхай, понюхай. Серьезно. Да, ну ты реально как целый куст базилика пахнешь. Итальянская девочка. Мамма миа. Ты девушка куст. Мамма миа. Спасибо. Бросать? Да. Бросай. Сразу. А, божаю, божаю. Помидоры уже припустились. Так. Мне из Закарпатия бабушка придала томатный суп. Вот, но я же не могу не добавить. С этим всегда можем регулировать густоту. Ну, чуть-чуть добавлю. Да? Вы не против? Конечно. Смотрите, мне кажется, наш супчик идеальный. Но мы, мне кажется, забыли посолить. Давай чуть-чуть добавим. Мы не забыли, ты не приказывал. Не приказывал. Тогда приказываю. Ты же у нас солишь, да? Да. Настя солонка. Да. А Костя перчинка? Да. Давайте по порядку. Надо много солить, я вот, по-моему. Ну, посоли, да. Чуть-чуть. Мы попробуем. А потом всегда можно досаливать. Есть. Все. Идеально. Слушай, я вижу, у нас на столе есть моцарелла. Моцарелла, потому что... И знаменитый сын... Сын кого? Пармезана? Это нет, это папа пармезана, да? А, это папа пармезана. Это папа пармезана, да? Это пекурино. Это очень хороший... Нет, это как раз... Ну, это пармезан, и второй этап, который выше, это пекурино. Когда пармезан лежит, у тебя в холодильнике недели, он становится пекуриной. Сколько у него выдержка? Я не знаю, сколько выдержка, я его не читал, но это пекурино, который выше пармезана. Пармезан, да, да, да. Так что, пекурите? Пекур, это... Пекарь? Нет, овца. Овец. Овечий сыр. Это снимаем. Костик, пустишь нас туда? Да, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Давайте меняемся. С пекариной сюда пойдем. И, короче, вот это все надо перебить. Я вот ножик есть. Смотрите, наш суп практически уже готов. Пекурина был по рангам выше, но по размеру сейчас станет меньше. Да. Значительно. Константин, занимай места и давай пожарим багет. Это я могу. Да, можем. А мы с Настей пока подадим, да? Или гриберим тарелочку. А что с сыром делать, с моцареллой, с пекуриной? Мы будем просто рвать туда. Потом уже, а хорошо? Да, 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 конечно. Будь аккуратна с хлебушкой, а мы пока с Настюшей будем наливать. Как горячо. Здорово у нас получается, да? Скажи. Угу. Ой, какие мы молодцы. Да. Вот так. Прелесть. Сюда обязательно крем-бальзамик. Угу. Правильно? Конечно. Потому что помидор всегда очень хорошо сочетается. Угу. С этим продуктом. Да. Обязательно. Угу. Оливковое масло. Давай несколько листиков. Обязательно. Это я тебе попрошу. Чуть-чуть черный перец. И давайте нашу моцареллу. Хотя бы пару кусочков. Вот так. Видишь, как оно разбирается? Я обожаю его вот так. Класс. Скажи. Угу. Все. Это ставим еще для костика. Держу. На потом. Так. И что, пекурино? Пекурино. Да. Тащи. Смотри. Пару листиков базилика. Вот так. Сюда. Так. Наши хлебцы. Угу. Умеренно прожаренными. Можно так же. Смотри. Видишь, как удобная тарелочка. Угу. Можно полить его. Тоже с оливковым. Основно так. Еще чуть-чуть. Ну, что за пекаре. На вот эту терку, да? Да. На мелкую терку. И просто вот так пару штрихов вот сделай. И можно на хлебушек. Все. О, пекарино. И вот наш итальянский суп из ферсонских томатов готово. В принципе, можем пробовать. Рецепт томатного супа с моцареллой. Залейте кипятком томаты и снимите шкурку. Припустите лук и чеснок на сковороде на оливковом масле. Добавьте красный болгарский перец, помидоры. Потушите все вместе до мягкой консистенции. Добавьте пару листиков базилика, тимьяна, черный перец, итальянские травы, соль и крем-бальзамик. Взбейте все ингредиенты в блендере до однородной массы. Подавайте суп с сыром моцарелла, крем-бальзамиком, оливковым маслом, тертым сыром пекарина и горячими гренками. Украсьте листьями базилика. Ну что, готово. Может, вы ложки хотите? Давай. Читает какие-то мысли. У вас мысли несложные, ребята. Да, что ложки надо для супа, да? Ну что, давай ты первая. Вот, с пекарина бери, да. Он чуть-чуть подсаливает, знаешь, супчики будут. О, Боже. Нормально? Может быть? Да. А ну. О, я такое обожаю. Вот это мой суп. Да? Ну, очень хорошая идея. Ну, я бы сюда еще, знаешь, кинул бы пару креветочек в гриль. Ну, наверное, да. В следующий раз так и сделаем. Хорошо. Почему мы не в этот раз так сделали, я не понимаю? Почему в этот раз так и сделаем? У тебя креветки в этом? У меня только пришла идея. Такие еще. Вкусно. Очень. А вместе с моцареллой, как будто маргарита пицца. Друзья, рекомендую. Очень вкусно, очень просто. Приятного аппетита. Всем.